Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо. Мадмуазель. А что, тут занято или нет? А вы кто вообще? Вы уборщица? Вы потрясающе выглядите. У вас прекрасная бабочка. Отличный пиджачок. Сейчас он, прикинь, пошел. Уваженный. Привет, дорогие друзья. И сегодня я вам расскажу, как вычислить крысу. Обычно у крысы после завтрака в ресторане в карманах вы найдете чай. Много с... чая и сахара. Да. Класс, да? Везунчик по жизни. Сегодня была запланирована экскурсия в национальный парк Жи-Джао. Одна из главных достопримечательностей Шандон-провинции. И тут что? Дождь и туман. Вообще, то, что надо, да? Придется возвращаться домой. Но ничего, в следующий раз посмотрим. Обидно, обидно. Стоп, стоп! Да смотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam'е? Или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Будешь? Нет. Так, ладно, теперь нам пора выяснить, что по ценам у вас и у нас. Смотрите, заказали. Ну, в общем, поняли, все из лосося, да? Это получается сырой, из манго, лосось под копчем, и рулетик из лосося. Ну и суши, суши, суши. А вот это вот тунец, и чуть-чуть сладенькое. Вот это все вышло 90 юаней. А теперь скажите, что у вас? Это дороже, дешевле, блядь. Я просто реально не понимаю. Завидно, да? Завидно. Ты своей ебаной массой не залезешь туда. Вот она. Не рабыня перед тобой. Гюрем Султан. Короче, прикол, поняли? Ты выбираешь себе кусочек говядины, его взвешивают, и потом при тебе его режут и посыпают кинзой. Ебать, как вкусно! Ебать, как вкусно! И еще, я не знаю, нахуй вам эти новости, но послушайте. Короче, это новый салат, лимитированный. Из тофу и какого-то растения. И это растение растет только 45 дней в году. Прикиньте, больше оно не растет. Поэтому этот салат ебейший какой-то дорогой, целых 29 уаней, блядь. Сеси, а? Святой рис принесли. Целых 29 уаней стоит салат. И, ну и, наверное, вкусный. И вот так вот, ребятки, уже выглядит эта говядина нарезанная. Знаете, в чем прикол? В чем прикол китайцев? Им, короче, всегда оставляют кости, на которых была эта говядина. Почему? Потому что они любят вот эти косточки обсасывать. Так же они пиздец, как любят. Куриные лапы, головы, рыбьи головы. Прикиньте, то, что я ненавижу, блядь, и от чего меня воротит. Ребеночек, прикрути чуть сладенький. И мяско, оно должно быть пиздец какое нежное. Да ебать, какое нежное. Блядь, такая же за женская раздевалка. И куча мужиков стоят, блядь, в ожидании. И она выходит, типа, как я выгляжу? Он, охуеть, охуеть. А самому... Ладно, давайте теперь о важном. Короче, я хочу себе купить очки. Вот видите, они нихуя не для зрения, они просто как стильный аксессуар какой-то. Нравится вам? Или ебанина полная? Ну, посмотрите ближе. Ну, по-моему, круто. Коленька, останься сегодня после уроков. И я подскажу тебе, как правильно решить это уравнение. И который раз я убеждаюсь, что ебать я далек от вот этого модного течения и тенденций. Ну, вы посмотрите, вот. Вот это что нахуй? Что это за дырка? Чисто раз почухала пузо, блядь. После того, как пельмени наебнуло, шо? Вот это тоже потрясающая хуйня. У меня пьющую соседку, тетю Лиду, хоронили вот в такой, блядь, блузочке. Ебать тут вообще. Фэшн на фэшне нахуй. Бать. Вот это я поборол бессонницу, блядь. Пол шестого вечера. Проснулся. Я бадэ кудасай. Кушай, ну, чтобы не отъехал, не потерял сознание. Вот я сижу кушаю, человек в 12 стоит, ждет меня. И там возле окна, вот все, все, все стоят, меня ждут. Всем привет, ребят, я кушаю. Во-первых, до чего же вкусная лепешечка с творогом, прям только с печки. Во-вторых, в Китае на йогуртах, на крышечке, знаете, что написано? Облежи крышечку, прикиньте, как миленько. А знаете, существуют твари, которые не делают этого, которые открывают йогурт и не облизывают крышку, бездушные, блядь. Блядь, северная кухня, нет ничего вкуснее северной кухни. Я хотел под шумок снять, но показать вам брата, у которого очки запотели полностью. Вот он зашел сюда, полностью запотели. Он нихуя прям не видит. Так, и вот вторая часть. Как же все это вкусно, какая же вкусная говядинка, баранина. Они прям готовят, ну, поняли, да? Это китайские мусульмане, в общем, прям на севере живут. Сука, это самая вкусная кухня. Ну, вот я вам честно говорю, самая-самая. Ничего не может быть вкуснее, чем нюроламьян. Смотрите, наваристый говяжий бульончик с кусочками говядины и лапшу. Они крутят сами, представляете? Из теста они крутят эту лапшу и делают ее сами. Дальше. Промоченная в маринаде говядина, посмотрите, и в соевом соусе с луком. Да ебаный рот! Ну, и, конечно же, их лапша, которая тоже сами крутят все яичком, помидорами и другой зеленухой. Да это пиздец, как... Того росту. Ничего вкуснее этого нету, поверьте мне. Я повторюсь, я уже говорил, нихуя нет вкуснее этого. Так, я правильно понимаю, это вот эта вот хуйня, которая, тест на беременность, где ты писаешь на нее, и оно показывает. Две полосочки, значит, беременные, типа, одна полосочка нет, да? И в чем разница, я не пойму, вот этот стоит 7,80. Ну, типа, хорошо. Дальше. Вот этот 51. Это шо, какой-то вип-тест? Ну, ты как-то особо писаешь, и он тебе показывает, будет ли ребенок долбоеб, будет ли снимать тиктоки, блять, ходить. Здесь вообще 62 юаня, ебать. Этот шо, национальность сразу показывают? Я хуею, блять, шо за расход ценников? Почему такие разные? Всем, кто переживал за меня, не переживайте. Фух, у меня отрицательные. Но это на корону. Я не ссал на него, блять, я не беременный. Мне что-то хуевато стало, я решил, а вдруг заболел. Накрутил себе бегудей, блять. Кадык. Чуваши, кадык. Не шо, кадык. Кадык. Кадык, шида. Не ем, не е, кадык. Не ем. Не ем. Нету кадыка. Прикинь. Хотя, казалось бы, ты должен быть кадык. Смотрите, еще у каждого из деток есть свой шои бей. Я не знаю, как это назвать по-русски. Ну, типа термос. И смотрите, есть какие уматовые, такие миленькие. Нажимаешь на уточку, вам и специальная трубочка, чтобы они пили водичку. Потому что китайцы пьют горячую воду от всех болезней. Болит живот, выпей воды. Болит голова, выпей воды. Рак, выпей воды. Нихуя, малышечка. Вы посмотрите на этот выкидыш от Матиза. Вот это аппарат, блядь. Вот это Пушкарева. Одноместный. Да и кто еще нужен для счастья? Сам сел и ебашишь километров 20 в час. Иначе снесет нахуй. Ее ж вроде и поднять можно, да? Да. Ебать пушка. Это мы покупаем. Давайте погнали. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Короче, с вами вызвать кого-то это не получится. Вставайте. Шан-шанай. Поехали. Раз вам не хуй заняться, уроки вокала. Ре до пи. И обратно. Пи до ре. Смотрите, реклама вышла на новый уровень. Я просто в ахуе. Вот, вроде ничего нет, да? Ап. На зеркальце, блядь, заднего вида. QR-кодик, представляете? Прям налеплен. И здесь написано уход за мужчинами. Сука, какие же коварные шлюхи. Прям вышли на новый уровень, серьезно. Это уже аплодирую стоя, блядь. Ёб твою мамма миа. Пов, пожалуйста, пригласите павла. Хочу пердоли на сто лет. Немного странная была только что ситуация. В театре, в общественном туалете. Захожу, в общем, и выходит тип, либо сантехник, либо электрик. Хуй знает. Ну, в общем, разнорабочий какой-то. И достает ёршик от унитаза и начинает чистить себе туфли им. Прикиньте? Шо за бархатные тяги, нахуй? Зачем он это делает? Это, во-первых, не гигиенично. Во-вторых, на том ёршике, может, и черкаши там, блядь, собрались. И он прям выпидоривает их, знаете, стоит. Хуй знает, зачем вам эта информация. Но разделите эту боль со мной от увиденного. Пять обзор родителей, которые привезли детей на танцы. Поршик. Тайкан. Мерсик ешка. Охуеть, шо это за дешевка? Поршик. Аудюха. Бэшка. Аудюха. Привет, отец. Линкольн. Фольц, блядь, аудюха. Фу. А это ж... Вот, блядь. Вот, нахуй. Кто счастливчик? Кто хозяин? Дон Вэй, блядь. Смотри, семья зайчиков. Прямо как твои друзья. Все такие счастливые, красивые, семейные. А вот ты. Кто я, нахуй? Где я? А есть еще пиво. Обещал я человек взрослый, ответственный, финансово грамотный. И я свое слово держу. Я перестал покупать разную хуйню. Но это последний раз. Распаковка, нахуй. Раз. Во-первых, это техника безопасности. Во-вторых, два патрона. О-хо-хо-хо. Ирина. Ёб твою мать. А что за малышечка тут? Итак, как это работает? Мы достаем два патрончика. Вставляем в гильзы. Есть. Дальше. В подствол. Как же четко все закрепилось, нахуй. О-хо-хо. А у бибек, нахуй. Ебать. Минус телевизор. Нихуя. И переключатель, и правым, да, можно поймать? А. Ебать. Да ладно, нахуй. Пизда всем. И два слова вот об этой тачке, вы видели, да? Это инкассаторы, которые перевозят деньги из Государственного банка Китая. Вот эти ребята полностью, вы представляете, мусора в Китае вообще не вооружены. Ну, то есть у них нет ни пистолета, вообще никакого оружия, блядь. Кроме дубинок и вот этих поводков, которые они накидывают на шею, чтобы задержать человека. А вот этих ребят, такой арсенал, нахуй. И вот это единственная машина, которая не останавливается вообще, ни на светофорах, нигде. Ей просто поебать. Она вот как скорая и пожарники. Они едут, нахуй, вообще им все равно. Сплошная, сплошная. Автобусная полоса, автобусная. Человек впереди. Да похуй, минус человек. Короче, вот такие ребята. Еще одна мечта долбоеба сбылась. IPM Monaco. Внутри серебро, сверху золото, инкрустировано черными камнями. Моя прелесть. Моя прелесть. И он смотрится просто разъебаловски. Да? Конечно, да. Ибо я достоин, нахуй. Ибо я достоин самого лучшего. Мои пирожочки. Против я окуня сниму. Ага, спасибо. Ебать. Просто статуэтка с золотой рыбой, нахуй. Килограмм, килограмм пятьдесят грамм чистого золота. Сто двадцать четыре тысячи юаней. Нахуя? Кому подарить рыбу, блядь? Есть поменьше окуни. Да еб твою мать, блядь, лучший подарок. Маникюрчик делаю, прикиньте. Осталось скачать геншин, попить из лужи и поебаться в жопу. С этого и начинается, пацаны, с маникюра, блядь. Будьте осторожны. Пятки, еще раз всем привет. Мы в магазине Алиенваре. А это значит, что... Да. Сейчас будет распаковка, нахуй. Ситуация иногда вынуждает стримить, когда я на отпуске. Поэтому нужно взять какой-нибудь макбук с собой, либо ноутбук. И выбор пал вот на эту хуйню. Его, естественно, здесь нет, потому что его настраивают. В подарок мне подарили какой-то диск, не знаю, возможно, с порнухой. А что по характеристикам вы спросите? Я в душе не ебу, нахуй. Я ничего не понимаю. Брат настраивает меня что-то, ставит русский язык и ставит винду, вот что я знаю. Остальное мне, в принципе, похуй. Скажи, на Порнхаб будет заходить оно? На Порнхаб будет заходить? Нет? А, Алинвейровский рюкзак в подарок. Ся-ся. Брат, вообще разъебалово. Если вам это понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, пока-пока.